Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с приходом осени! Сегодня первый ее календарный день, и мы отправляемся за рыбацким счастьем. Осеннее утро встречает нас красивейшим рассветом. Сегодня мы планировали найти Жериха, но в местах, где он кормился и ловился в прошлые годы, его обнаружить не удалось, и в ожидании появления речного корсара мы проверяем нижние горизонты воды. Так прошло около часа без результатного ожидания, и мы решаем сменить место. Перемещаемся к песчаной косе выше по течению. Но и здесь только окунь редко проявляет свою активность. Хотя на очередном забросе вдоль свала приманкой соблазнился мелкий судачок. Мы таких в плен не берем, и он отправляется дальше подрастать. Проплывающий мимо троллингист все же зацепил свою удачу. Сладкая парочка. Яхта и катер заикарились на клевом месте. Тоже ждут начала жора рыбы. А попробуем-ка мы собрать большую приманку на огромную рыбу. Так, ну, примерно такого размера крючок должен подойти. Так, теперь на эту длину надо сделать ему отверстие, чтобы он очень ровненько находился в теле нашей приманки. Для этого мы используем в качестве пробойника секцию от телескопической антенны от какого-то приемника. Теперь продеваем. Предварительно надо немножко развести двойник. Теперь один крючок мы заводим в эти отверстия. И проводим. Ох, какой у нас глубоко. Приманка объемная. Надо как-то исхитриться, чтобы весь крючок у нас вышел с другой стороны. Ну, вот как-то так, наверное, получится у нас. Так, теперь все это хозяйство мы проталкиваем. Вот так. Ушко двойника зашло в канал, и мы его выталкиваем из носа приманки. Все, у нас практически приманка оснащена. Так, теперь нам нужно насадить эту приманку на джиг-головку. Вернее, на чебурашку. Вот такой вот груз-головка с застежкой уже вмонтированной. Очень удобное решение для оснащения вот таких вот приманок. Во-первых, это дополнительное шарнирное соединение. И, во-вторых, при коротком крючке мы также можем спрятать этот шарнир внутри нашей приманки и вывести крючки на рабочее расстояние. Вот таким вот образом. Так, теперь мы все это дело присоединяем к нашему проводку обычным заплетением. Вот такая приманка готова. А вот и наши друзья. Тоже ищут свое рыбацкое счастье. Сейчас мы у них узнаем, как в их делах. Рогмалка никакая. Ну, сейчас должно начать клевать ту же. Ну, вы проснулись, я надеюсь, сейчас жизнь наладится. Вот нашелся окун. Сейчас мы его будем здесь полавливать. И, в принципе, не мелкий. Надеюсь, на уху наберем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами рубрика «Рыбацкий ящик». И сегодня мы с Евгением поговорим о таких приманках на хищную рыбу, как блесны. Евгений нам сегодня расскажет все, что знает о них. Поделится всей своей секретной информацией. Здравствуйте, дорогие телезрители. Что ж, действительно, хотелось бы рассказать сегодня о большом количестве приманок. Начнем с чего? С краткой истории. Может быть, некоторым интересно, когда эти приманки были придуманы. Так вот, смогу вам сказать, что они придуманы были еще в 1890 году. Первоначальным их изобретателем был человек фамилией Джулио Бьюти. Как это произошло? Есть такое поверье, что этот человек сидел на пирсе. Будучи из рыбацкой семьи, также он проводил свое время свободное все на рыбалке. Уронив ложку, он обнаружил то, что эту ложку схватила хищная рыба. Он призадумался над этим, просверлил пару отверстий, ставил крючок и успешно стал ловить. С тех пор видоизменение количества разных приманок увеличилось. Они стали более разнообразные, более из разных материалов делают огромное количество фирм. Почему ее называют колеблющейся блесной? Колеблющейся блесной ее называют потому, что в воде, когда она проплывает определенные расстояния, она делает колебательные движения. Туда, сюда, сюда, туда можно ее опускать, она будет падать, и все равно она будет колебаться. То есть это, кстати, основное и привлекает хищника, да? Да. Вот я как раз вижу, вот эти колеблющиеся блесны, они немного отличаются по форме. То есть, ну, если по размеру примерно взять, да, здесь как бы более вытянутая такая вот блесна форма, да, вот что-то у них напоминает одно другое. Ну, вот, ну, одна блесна более вытянутая форма, а другая более как раз, вот как ты сказал, наверное, ложь, на ложку попробую. А в чем их будет разница? Разница, разница их будет в игре, в принципе, да, суть механизма абсолютно то же самое. Вот это более классическая форма, которая называется АТМА. Можете посмотреть, да. Вот, это излюбленный инструмент всех наших дедов, прадедов. Вот, на нее поймано, наверное, самое большое количество еще. Женя, а вот еще вот тоже вижу здесь вот такие вот блесненьки, они тоже по форме, это колеблющиеся блесны, но у них вот такие вот штучки здесь пределаны. Объясни нам, для чего это. Усики. Эти усики носят в основном одно предназначение, имеют. Они мешают зацеплением травы. В простонародье они также называются незацепляйки. Почему, да, мы бросаем эти блесна в траву, там, где кроется хищник, вот, делаем такую же равномерную проводочку, либо с остановочкой, и вот эти усики нам, вот, так, можно посмотреть еще, да, нам не дают зацеплять на себя огромное количество травы, которая нам будет мешать пропроводке. Поэтому сделана вот такая вот она. Женя, ну что ж, давай теперь поговорим еще и о вращающихся блеснах. Я вижу их здесь такое вот большое множество. У них тоже по форме они различаются, и лепестки, и вот здесь вообще два лепестка, то есть, что это? Давай, расскажи-ка нам. Расскажу-ка вам. Вернемся опять чуть-чуть к истории, откуда они вообще взялись, наши вот эти вот вращающиеся блесны. В принципе, они, это производная вот такой же нашей блесны, стандартные ложки. Дело в том, что при быстрой проводке, опять же, вот эти вот колеблющиеся блесны, они не колеблются, а имеют вращательное, поступательное движение. Вот. Посмотрев на это, поняли, что это неплохо работает по рыбе, придумали такие вещи, как вращающиеся блесны. А в самом деле, эти блесны являются одни из самых универсальных. В независимости от того, какого класса рыболов, сколько он ловит на спиннинг, у него в коробке всегда есть эти блесна. В принципе, это беспроигрышный вариант. Если вы новичок, то вам стоит начинать свою рыболовную практику именно с этой блесны. Из чего она состоит? Давайте посмотрим на конструктивную ее часть. У нее три части. Это крючок, сердцевина и лепесток. В зависимости от этого, они имеют разновидности и нумерацию. По классификации МЭПС существует несколько нумераций. Я показываю вам самую маленькую из этой классификации. Это размерность 2.0, то это МЭПС 0. Почему я рассказывал вам непосредственно про конструктивные особенности? Дело в том, что вот этот вот сердечник, сердцевина, он бывает разный по грузке. Блесна вы выбираете не только по размеру, вы выбираете в зависимости от того, какая у вас снасть. Я вот смотрю, лепестки здесь колоссально разные. Один такой более вытянутый, похожий на реально какой-то листик дерева напоминает. А здесь больше такой лошадообразный лепесток. В чем разница? Все правильно, Деш. Вот на самом деле, как ты и сказал, это называется в простонародье ивовый лепесток. Он называется так, потому что похож на лепесточек ивы. Почему они разные? По закону сопротивления воды, когда ведешь вот эту вот приманочку, угол отклона ее от воды минимален. Что позволяет этой приманке заводиться в тяжелых условиях, таких как течение. И вести эту приманку на более медленные проводки, на течение. Вот у этой приманки лепесток шире. Она требует более быстрой проводки, нежели чем ивовый лепесток. Поэтому она применяется по большей степени в спокойной воде. Но это не панацея. Жень, ну и последний тебе на сегодня вопрос. Ну давай. Вот все рыбаки, ну большинство, так скажем, утверждает, что вращающаяся блесна это все-таки летняя приманка. А колеблющаяся блесна это осенняя приманка. Так ли это? Я не могу сказать утвердительно, что это так. На самом деле я успешно ловлю и ловил на эти типы приманок в течение всего года. И на колеблющаяся блесна, и на вращающаяся блесна. В моей практике нет такого наблюдения, чтобы, или правила, которые гласит рыбач, только это, только тогда. Нет. У каждого... Здесь на усмотрение рыбака, да? Абсолютно верно. Место, возможно, цвет воды, температура воды, все что угодно. Абсолютно у каждого рыболова должны быть в арсенале как колеблющиеся блесна, так и вращающиеся блесны. Ну что ж, Евгений, спасибо за мастерский рассказ. С тобой мы еще увидимся обязательно на рыбалке и полоем на эти приманки. Ну а вам, дорогие телезрители, до свидания, до новых встреч. Ну а мы с Женей поехали на рыбалку. Внезапно налетевшие тучи загрозили дождем, и приходится прятаться под тентом. Вот такая непогода нас застала на рыбалке. Что же делать, как же быть, как найти свою удачу? Кого ловить? Кого ловить? А ловить, конечно же, нам придется рыбу. И сейчас мы исхитримся сделать забросы из этого окошка. Как неоднократно уже бывало, будем выискивать на дне крупных хищников, которые клюют во время дождя. Кроме нас должен быть кто-то еще. Вот такой вот окушок. Дождь тоже продолжает питаться. Малыши-карандаши. Ну, в принципе, такой уже достаточно, чтобы пойти в уху. Забираем. Сейчас продолжим ловить. Можно я его достану? Спасибо. Вот в такую непогоду нам удается поймать рыбу. Хороший окукейный окушок. И вновь забрасываем удочку. Ну, не просто удочку, целый спиннинг. Сумерки подкрались незаметно, и вкупе с нескончаемым ливнем гонят нас домой. Ну, что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. И короткий осенний день тоже заканчивается. Да и был он, собственно, целый день практически лил дождь. И в этот дождь нам все-таки удалось изловить целое ведро окуней. Так что, рыбацкого счастья вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова